Премия «Петрополь» была учреждена в 1999 году Всероссийским музеем Пушкина и редколлегией Альманаха Петрополь. Ежегодно она присуждается за достижения в области культуры и искусства, а также за оригинальные проекты. Символы премии – бронзовые скульптуры петербургской святой Ксении Блаженной и писателя Федора Достоевского. Победитель сам выбирает, какой из образов ему ближе. Создал их скульптор Сергей Алипов. Выбор знаменитых петербургцев не случайен. Оба они неотъемлемо связаны с городом. Всю свою жизнь Ксения служила людям. Она остается покровительницей города и в наши дни. Вот уже 8 лет, считает организатор, и святая охраняет и Петрополь. Это было очень хорошее державинское время. И вручили один раз. А это все-таки достаточно большой срок, понимаете. И вот мы надеемся на это покровительство. Но Федор Михайлович – это представитель Петербурга во всем мире. Отбор кандидатов на премию проходил в течение года. На этот раз было заявлено порядка 30 персон, но жюри отобрало 13. Актеры, художники, писатели, музыканты. На сцену выходили представители разных жанров и направлений. Люди, как отмечают организаторы, только штучного явления. Вячеслав Полунин, будучи членом жюри, отдал предпочтение театральному режиссеру Резо Габриадзе. Я вообще не люблю ходить в театр. Не люблю театр. Но такое, что делает Резо Габриадзе, это я с другого конца света побегу тут посмотреть. Такие вещи, они, конечно, удивительные. Они и говорят, что такое поэзия, что такие людские отношения, что такое театр. Таким он должен быть. В прошлом году премию вручали Константину Кинчеву. В этом музыкант вручал сам. За новаторское осмысление традиций в творчестве группы «Калинов мост» статуэтку получил Дмитрий Ревякин. Как когда-то сказал Борис Борисович Гребенщиков, как всегда, емко, изящно и гениально. Но уже победили. Просто это еще пока не так заметно. И вот это вот премия – это первый маленький камушек к осознанию величия вот этого человека. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Дмитрий. Я потрясен до основания доменких, составляющих своих. Я благодарен Питеру, благодарен Константину, который открыл группу «Калинов мост», сибирскую группу для Питера в январе 87-го года. И участвовал в нашей судьбе. За выдающийся вклад в русскую литературу 20-го века наградили знаменитого петербургского писателя Андрея Битова. Как отметили друзья поэта, именно с Пушкинского дома когда-то началась слава Битова. И вот теперь сюжет замкнулся. Как бы в подтверждении сказанного, автор прочитал два стихотворения. Одно написано в начале творческого пути, второе уже в наши дни. «Преждевременность – грозная вещь. Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Легко было сказать. Имена всех народов – существительные, понятных стран. Один русский – прилагательные, не иначе, как слово «человек». Определение осталось – человек опущен. Петр принес себя в жертву Петербургу, пушкин русской речи. Петербург пожертвовал себя Россией, русской 20-му веку. Кому же пожертвует себя Россией, как не всему миру, чтобы остался на земле человек?» Обладателями премии стали Андрей Ургант, скрипач Сергей Стадлер, Михаил Кане. В этом году среди лауреатов оказалась актриса Государственного экспериментального театра под самой крышей – Елена Соболева. Это первая серьезная награда в жизни Лены, а поэтому, выходя на сцену, актриса испытывала не только волнение. «Это жутко страшно. Я не знаю, конечно, как другие. Многие же получают и золотую маску, и золотой софит, и различные премии. Что они испытывают, я не знаю. Но мне кажется, что это жутко страшно». «Для меня Сергей Стадлер – это человек, который на сцене, а я – человек, который в зале. И я должен вам сказать, что он удивительный человек, наверное. Я не знаю, его близко в первый раз вижу. И он представляет собой дубцевность, благодаря которой наш город не является провинциальным». «Для меня это премия связана с Петербургом, с моим родным городом. Это город очень особенный, город особенной культуры, особенных людей, которые здесь живут, которые занимаются творчеством. И поэтому для меня это премия очень особенная и очень значительная. Спасибо». Новшество этого года. Для одного из лауреатов сделали особую статуэтку «Богиню любви». Ее обладателем стал Семен Фурман. Вот как объяснил сам актер небольшое отступление от традиций Петрополя. «У кого не спрошу про Достоевского, я говорю, правда, что антисемит был? Все говорят «да». Я сам не читал, все говорят «да». Вот. Цыпкин написал, что будет. Вот. По поводу Ксения Блажаевна, я у кого не спрошу ничего в ни одно дне, никто не сказал. Вот. Кроме Белкина. Что он сказал, я не буду передавать сейчас. И вот я говорю, я не знаю, тогда давай премию просто не будем мне вручать. И вот специально нашли, значит, богиню любви. И красоты. Это же Камасут раздействует. И красоты. Вот. А по поводу Достоевского, вот выходили два еврея сюда, Гутницкий и Кушник. Им дали, а были по Достоевскому. Я подумал, это не случайно, наверное. Вот. Думаю, слава у кончились Достоевские. Несмотря на то, что премия Петрополь пользуется большим уважением в мире культуры и искусства, ее существование нельзя назвать безоблачным. А статус не гарантирует завтрашний день. Я думаю, что, может быть, это будет последнее. Потому что, ну, закрыть красиво получилось. Видите, и Полунин был, и Андрей Битов, и такие замечательные люди, и Сергей Станлер. Потому что спонсоров нет, понимаете. Я просто вижу это совершенно четко, что никому культура в Петербурге не интересна. Я в этом убежден просто. Она будет иметь, там, Мариенский театр, понятно, святое, там, филармония. Вот в таких оазисах. А дальше будет такой шлак, спам, который сыпется на головы петербуржцев. Город живет, пока есть кому вручать премию. Кто знает, возможно, этот факт поможет сохранить Петрополь для будущего культурной столицы России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!